На этой неделе в Уфе прошел очередной Так скажем, круглый стол На тему изучения башкирского языка Проблемы изучения башкирского языка Которая так и не разрешилась у нас В Башкирии Я поприсутствовал Очень много интересных вещей узнал для себя Например, что у нас нет Официально Специальности Учитель Государственного башкирского языка Много других вещей Что есть проблема с учебниками А вернее есть какая-то страшная путаница С этими учебниками И никак научное и педагогическое сообщество Не договорится, какие из них правильные И какие неправильные Много было разговоров Порадовало, что достаточно профессиональная Такая была компания То есть это была не компания Каких-то полусумасшедших активистов А как раз таки людей образованных Людей с огромным опытом В этом вопросе Которые высказывали адекватное мнение И при этом Меня удивило то Что все они, в общем-то, настроены Не настолько агрессивно, как это пытается Иллюстрировать нынешняя власть А настроены конструктивно Но просто с ними никто не разговаривает От Министерства образования На этот круглый стол Никто не пришел Хотя приглашали И, в общем-то, наверное Министерство образования Было бы что обсудить С этими людьми Однако, в общем-то, в стилистике нашей Нынешней власти Обсуждение было практически односторонним То есть собрались те Кто констатировали эту проблему Которые предложили друг другу На самом деле И пути ее решения На том и разошлись Будем надеяться, что Когда-нибудь Наши власти заинтересуются этим Потому что проблема продолжает развиваться И на самом деле Нельзя от нее прятаться Нужно ее начинать решать В противном случае Это вызовет некое перерождение Проблемы изучения башкирского языка В проблему противостояния национальности А это очень опасно Для нашей республики И вообще для России Еще хотелось бы отметить Тут один момент интересный Вдруг появилась такая параллель Последние месяцы Проблемы у нас В области медицины Культуры Межнациональных отношений Проблемы изучения башкирского языка Все эти проблемы Лежат в поле ответственности Одного единственного Вице-премьера правительства Господина Сагитова Вот это совпадение Меня навело на мысль О том, что Не пора ли Хамитову Задуматься об адекватности Вот этого вице-премьера Насколько он Действительно вообще Участвует В этих проблемах Насколько он Контролирует процессы В ведомствах Которые ему Доверено курировать Потому что Ну удивительная синхронность Даже конгресс Башкирского народа Это во многом Производно Из Той катастрофической ситуации Которая сложилась У нас В министерстве образования Соответственно О квалификации Господина Сагитова Надо задуматься И Велика ли ценность Его Способности Которые в основном Выражены В умении Носить светлые костюмы И белые ботинки Я не уверен В интернете Появился Ролик Посвященный Ситуации С обманутыми Дольщиками В Уфе Ну в общем-то Тема не новая И Все сюжеты Которые в нем вышли В общем-то Уже Несколько раз Обсуждались Иллюстрировались И даже снимались Какие-то фильмы На эту тему Но Примечательно то Что Во-первых Ролик этот вышел В совершенно Ином качестве Нежели предыдущие Значит Продукты Ролик качественный Смонтирован Профессионально Озвучен профессионально Видно что Затрачены существенные Средства на это все И Удивляет Активность В интересе К этому ролику Потому что В общем-то Тема-то Достаточно Узкая Да Обманутые дольщики Которых у нас Вот всего-то Навсего Подумаешь Там Три с половиной Тысячи На город Уфу Но Всплеск интереса Гигантский Вот это Меня Как специалист В интернете Очень даже Удивило Потому что Никому неизвестный Канал С двумя Подписчиками 14 Августа К концу Недели Набирает Свыше 7 тысяч Просмотров Достаточно Большое Количество Подписчиков Количество Просмотров Растет И так далее Я думаю Что это не связано С накруткой Просмотров Потому что Это очень сложно Сделать В Ютьюбе Да и В общем-то Наверное Ни к чему Делать Тем Кто его Запускал Я думаю Я думаю Это сигнал Нынешний Власти Что ситуация С дольщиками И с дольщиками Например Миловского парка Близка К взрывоопаске Среди Дойдет Являясь Чем пассажир Проторговали Все Маршруты И воздействовать На это Не могут ГИБДД В данный момент Лишено Массы Полномочий По поводу Контроля Законности Работы Этих Ребят На маршрутах И Фактически Динар Загидович Гельмудинов Ведет борьбу С этим Ужасным Явлением Не имея Достаточного Инструментария А транспортная Инспекция Насколько я понимаю Настолько Малочисленна И заточена На Финансовые Аспекты Что она В общем-то Не участвует Практически В этой истории В итоге Мы имеем Хаос В городе Уфа Мы имеем Неконтролируемое Количество Малоформатных Автобусов Которые Управляются Видимо Недостаточно Квалифицированными Водителями В итоге Мы имеем Огромное количество ДТП Жертвы Это миллионный Город В котором Подходить К вопросам Транспорта И Обеспечение Людей Транспортными Услугами Нужно С научной Точки Зрения Нужно Высчитывать Нужно Анализировать Нужно Привлекать Специалистов Чего Абсолютно Точно Не делает Наши Помимо Проблемы С маршрутками Мы конечно Видим Достаточно Странную Картину Теперь У нас В этом году С дорогами В Уфе Попытки Изобразить Ремонт Дорог В городе Предпринимаются Однако Характерным Моментом Является То что Как правило После зимнего Периода Стершуюся Разметку Восстанавливают К концу июня Посмотрите На дороги У нас Практически Конец августа Разметка Не нанесена Практически На тех участках Где был ремонт Да и на многих Других тоже Это странная Нетипичная ситуация Которая Характеризует Определенную Деградацию Дорожного хозяйства В городе Видимо Мы в зиме Разобновим Разметку И она Благополучно У нас уйдет Опять под снег Кроме того На проспекте В районе Галли Например Можно наблюдать Странную Разметку Которая Нанесена Видимо Мелом Потому что Ее нанесли Недавно И она Уже Стерлась Вопросов К этим Подрядчикам Конечно У потребителей У людей Которые Движутся По дорогам Уфы Много Но почему-то Этих вопросов Не возникает У тех Кто принимает Эти дороги Со стороны Мэрии И со стороны Служб И контролирующих Дорожное хозяйство Как-то Нам нужно Попробовать Начать Задавать Вопросы Потому что Вот эти миллионы И миллиарды Которые Закапываются Уфимские дороги Они так И в конце концов Не выливаются Нам Ощутимым результатом Не говоря о том Что в этом году Дороги стали Ремонтировать Сключительно В центре Но Исключением Является Конечно Дорога Уфа Аэропорт Потому что По ней ежедневно В свое Загородное имение На работу И с работы Перемещается Рустам Закевич Хамит Эту дорогу На нашей памяти В последние годы Ремонтируют Собираются Ремонтировать Уже седьмой раз И сумма Которая В общем Вложена В эту Дорогу Она уже Не поддается Никакому Здравому Осмыслению Наверное Какая-нибудь Китайская провинция Целую сеть дорог На эти деньги Выстроила у себя Которые до сих пор Работают Но прекрасно Мы однако Сражаемся С одним небольшим Участком В 20 километров Безуспешно Нет наказанных Нет людей Пострадавших Финансово За некачественную работу И мы льем И льем туда Республиканские И федеральные деньги Это тоже Один из вопросов Который Уже Непосредственно Адресуется Не только Елалову Но и Хамитову Почему мы Без конца Делаем Некачественную дорогу Для одного Единственного человека Которого Трясет на них Все остальные В принципе Уже привыкли На истекшей неделе И сообщает И сообщает нам О том Что Столетие Республики Мы будем По этой набережной Все гулять С цветами Автоматически В Мкассете Который Как известно Работает На Елалова Вышла Ответная Критическая Статья О том Что Набережная Это Практически Преступление Ну и так далее В прошлом выпуске Я говорил о том Что Нам стоит Ожидать Ответки Так называемой От Хамитовской Администрации На Внезапную Славу Елалова Вот Скорее всего Лучшие умы Администрации Хамитова Не нашли Ничего Лучше Чем Начать Говорить Про это Великое Достижение Набережная Уфы Конечно Очень спорная Тема Гигантские Деньги Землю На фоне Кризиса И на фоне Полнейшего Застой В экономике Республики Это довольно Странная вещь Кроме того Подрядчики Конечно Вызывают Массу вопросов Потому что В нормальном мире Было бы неприлично Если бы Губернатор Пришедший Из какой-то Коммерческой Или полукоммерческой Государственной Структуры На пост Губернатора Вдруг начал ей Отписывать Вот эти гигантские Подряды Но у нас В Башкирии Это вполне прилично Рустам Закиевич В прошлом Один из Руководителей Русгидра Сын Рустама Закиевича Благополучно Трудится в Русгидра И вот теперь Русгидра У нас Модернизирует На многие Миллиарды рублей Эту набережную Ситуация Прямо скажем так Постыдная Конечно Но тем не менее Именно этот объект Был выбран Предметом гордости Для нынешней Действующей администрации Губернатора Я не думаю Что Набережная Серьез украсит Город Уфу Но абсолютно уверен Что она войдет В историю Как памятник Безумию Экономической Политики Хамикова Как Иллюстрация Вот этой Совершенно Страфической Коррупции Которая у нас В республике Сейчас процветает Ну и так далее Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...